Венгрия выставила Украине ультиматум для разблокирования 6,5 миллиарда евро на оружие от ЕС. Венгрия будет продолжать блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира, пока Киев не возобновит поставки российской нефти. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярта в интервью Эй Тиви Хирада. По его словам, энергоснабжение Венгрии и Словакии якобы под угрозой, поскольку 33% и 40-55% их импорта сырой нефти приходится на российскую компанию «Лукойл» и нефть идет транзитом через Украину. Сиярта подчеркнул, что в соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной четко отмечено, что Украина не может полностью или частично прерывать транзит энергоносителей через свою территорию в страны ЕС. По его мнению, Еврокомиссии будет трудно поддержать Украину в этом вопросе, однако Венгрии все равно не ограничатся только жалобы в ЕС. Я дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 миллиарда евро компенсации за поставку оружия из европейской миротворческой программы. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 миллиарда евро, которой мы способствуем, пока Украина грозит ли безопасность нашего энергоснабжения. Я считаю, что здесь кристально чистая ситуация, и Еврокомиссия должна действительно давить на Украину, чтобы снова разрешить поставки нефти «Лукойла» через Украину, отметил Сиярта. Транзит российской нефти в Венгрию. Напомним, недавно Украина прекратила транзит нефти российской компании «Лукойл» в Венгрию и Словакию. Украинские санкции против «Лукойла» были введены еще в 2018 году. Но в этом году Киев решил усилить их и запретил транзит нефти. В Венгрии заявили, что такое решение Украины якобы неприемлемо и непонятно. Также сообщалось, что Венгрия может подать в суд из-за угрозы энергетической безопасности страны после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании «Лукойл». В чем Словакия и Венгрия обвинили Украину, и будет ли суд из-за нефти РФ, читайте в материале РБК «Украина».